Буквально несколько минут назад заслуженная артистка России Илона Броневицкая сообщила печальную новость о своей семье. Сегодня утром полиция города Санкт-Петербурга срочно выехала в Красное Село к дому, где проживает Эдита Станислава Напьеха. Народная артистка России уже давно не выходит из дома, поэтому стражи порядка сами прибыли на место происшествия. Заплаканная звезда эстрады провела полицейских в дом. Несколько минут назад стало известно, что 85-летняя Эдита Станиславовна написала заявление в полицию. Внук легендарной певицы 41-летний Стас Петрасович Пьеха является одним из самых красивых и богатых мужчин в России. Кумир миллионов позволяет себе буквально все. Своим богатством он даже переплюнул сына великого Исаула Родиона Газманова. Стасу Пьеха вряд ли придется заботиться о хлебе насущном, ведь он владеет тремя горными заводами – в Италии, Чехии и Подмосковье. Раскрученные предприятия приносят ему стабильный годовой доход в 27 миллионов долларов. Особую любовь Стас Пьеха питает к автомобилям, ведь у него их целых 17 штук. Пагани Зонда, Бентли, Феррари, Мерс – все и не пересчитать. Ну а недавно Стас Петрасович удивил буквально всех. Он открыл собственную выставку поделок. Уникальность выставки заключается в том, что все экспонаты, представленные в галерее, выполнены самим Стасом Пьехой из хрустящих долларов. Легендарный внук обожает путешествовать на одном из вокзалов города Санкт-Петербурга в любое время суток и в любую погоду его ждет личный поезд, состоящий из четырех вагонов, вагона ресторана и личного купе. Ну а несколько дней назад Стас Пьеха шокировал всех своих поклонников. Ради прихоти своей супруги, коктейля, он на частном самолете слетал в Италию и вернулся обратно. Уважаемые зрители, а вам слабо съездить в Европу за чашкой кофе. Стас Пьеха владеет частной медицинской клиникой и сам признается, что в молодости имел вредные зависимости. Он продавал и выносил вещи из дома и страдал игроманией. Когда мы уже заканчивали это видео, стало известно, что Эдита Станиславовна Пьеха не досчиталась в своей домашней коллекции более 10 золотых украшений. Полиция пока не имеет четкой версии ограбления, но считает, что преступники очень хорошо ориентировались в доме.